Итак, для любителей посмотреть, что продают во французских магазинах накануне Рождества, хотя мы практически ничего не купили для Рождества, я всё-таки решила сделать сегодня обзор продуктов, потому что давно не делала. Заплатили мы достаточно дорого, я сейчас постараюсь вам рассказать по группам, что мы купили, сколько заплатили, но дорого это или нет, уже решать вам, деньги заплачены. Так, у нас достаточно темно, у нас освещение не очень, поэтому давайте я буду чуть-чуть переходить поближе к центру, туда, где освещение есть. Смотрите, друзья, начинаем мы с вами с продуктов свежих, потому что я должна потом их сразу поставить в холодильник, и что за заморозка, что куда. Посмотрите, мы купили себе вот такую огромную 2-х килограммовую упаковку креветок, которые уже сварены, они красные, и за килограмм 14,99 здесь 2 килограмма, заплатили мы за них почти 40 евро. Мы думали, что это 14,99, мы-то думали, что это вся коробка, думаю, ой, как хорошо, что я буду с ними делать. Я их разделю на 4 части, пакетики и заморожу. Креветка прекрасно замораживается, потом её можно кушать отдельно. Так, дальше я хотела, и я её нашла, она была последняя, кстати, очень мало уток продают, это моя уточка, французского производства, за килограмм 8,75, кило 775, она, и вот я 15,53 мы за неё заплатили, и называется она на французском, это утка канетта, никакие не гуси, хотя говорят, что гусей тоже. А кто у нас у мальчик, у утки, я даже не знаю, когда будет правильно называться, люканар. Вот, поэтому я её сейчас заморожу тоже, за 2 дня я её вытащу, я её буду сутки, а то и больше мариновать, и только потом буду готовить. Это нам на 25 число. Так, дальше вот такие сосиски, здесь по 7 евро килограмм, я их разделю по 4, завтра, может быть, я 4 и приготовлю, я их готовлю в мультиварке, покажу вам рецепт, я уже показывала, но покажу ещё раз. Очень просто, мультиварочка, и Мариса меня любит, с приправками, с соусом, нашим томатным, которым мы варим. Вот здесь, кило 100, 7,76, нормально, недорого. Я буду делать, мы делаем, наша семья с Марисом, мы делаем, я буду делать салат оливье, девочки очень любят же мой салат оливье, поэтому я купила вот такую колбаску, вот она типа варёная наша колбаска, она единственная во Франции, вот, другого у них выбора нет, называется она сервеля, здесь сколько граммов, так, подождите, сколько здесь, 400 граммов, по-моему, ну что, я не вижу, да, 400 граммов, 400 граммов, вот, 400 граммов стоит 2 евро 66 сантимов, и я себе беру, Марис даже не пробует, она такая, знаете, называется, сосисонкви, варёная колбаса с чесноком, она вот такая вот, ой, с горчицей, друзья мои, это песня, я сегодня ещё купила хлеба себе свежего, с орехом, с этим, с грецким, вот я на Лу Плюсе, и горчица я классная купила сегодня, сейчас всё покажу, так что вот, это пойдёт на Рождество, тут 1,2 кг, я не знаю, сколько я буду резать салат, но колбасу я беру только такую, ну, в принципе, выбора же нет. Так, поехали дальше, упаковочку, я купила всего лишь одну упаковку, это у меня курочка, Ротси, одна лусточка, одна транша, бесплатно, стоило, это недорого, стоило это, сейчас я вам скажу, 1 евро 49 сантимов, можно было и 2 взять, ну, ладно. Потом, смотрите, вот такие, вот я уже вам тоже показывала, там такие, там кальмар внутри, в таком, в таком достаточно остром томатном соусе, называется Тьеле Сетуазе, вот, мы любим с Марисом чуть-чуть в духовке, не в микроволновке, а именно в духовке разогреваем, если вы не знаете, какая разница разогрева в микроволновке, в духовке, я могу вам объяснить потом. Вот, стоит это 2,95, нам сегодня на ужин, и вот такая, девочки, здесь 8 транш, 8 кусочков дикого, суммон фюме суважа, суважа это дикий, дикий, то есть в природе он выращен, потому что был там суммон, который назывался, это, наверное, это не форель, это, ну, какие у нас эти, из красных рыб, ну, знаете вы, короче, да, я уже не знаю. Вот, девчонки, короче, мы тут только передачу посмотрели, показывали, как выращивают биологического суммона и форель тоже, они каждую рыбку возле головы, такая штучка у них щитит, так, 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 и вводят какие-то лекарства, но это не антибиотики, а вот сегодня было на суммоне, прямо так вот, большим зелёным написано, без антибиотиков, выращен без антибиотиков. Так как это дикий, то есть выращен именно в море, это, он, он приготовлен во Франции, а выращен он, чтобы вам не обманывать, потому что я сама не знаю где, сейчас я буду смотреть, а выращен он, выращен он в реках Аляске, он вырос полностью с маленького до велика в этом, в Атлантическом океане, Пасифик, ну, короче, так, вы меня сейчас по географии пройдёте, я уже не помню, Пасифический этот океан, и, значит, он натуральный, у него нет никаких тут, он, он менее жирный, и вот мы решили попробовать, и за эти восемь кусочков, которые там, мы заплатили восемь, восемьдесят два, он немножечко, вот, видите, это промосьон, то есть немножко, как бы здесь, наверное, может быть, одна штучка там лежит бесплатная, видите, перчик нарисован вот такой цветной, как я, вот его здесь двести пятьдесят граммов, девочки, но попробуем, говоря, что разница очень большая во вкусе, всё, что нам сегодня показывают по телевизору, по большому счёту, рыбу страшно стало есть, потому что то, что выращено в бассейнах, всё наколото антибиотиком, точно так же, как куры. Разобралась я с океанами, девчонки, это тихий океан, Пасифик, же, представляете, я уже всё, у меня крыша едет, я ничего, я понимать понимаю, где это находится, перевести уже не могу, так что всё, прошу прощения, это был не Атлантический, это был Тихий океан. Так, продолжаем, друзья мои, молочные продукты, это вот такой йогурт, вот такой йогурт, это натуральный, мы едим с Марисом только натуральный, здесь 16 горшочков по 125 граммов, и мы туда добавляем, Марис добавляет сахар, иногда бывает жидкое варенье, очень вкусно, там, вишнёвого ложечку добавить, вот я разрываю упаковку, конечно же, я тут послушала, говорят наблюдатели, что французы не убирают упаковку из холодильника, это неправда, это просто кому-то не повезло с тем, у кого ему удалось открыть холодильник, конечно же, мы убираем упаковку в обязательном порядке, из йогуртов, из всех упаковок, там, допустим, пива, или что, у нас же всё продаётся, у нас же по одному не продаётся йогурт, поэтому всё идёт в упаковках, полностью состав, естественно, что если мы будем держать упаковку в холодильнике, то она заберёт весь холод, и будет мокрая там, и так далее, короче, и это негигиенично. Вот, дальше, стоит это 2 евро, так, сейчас я вам скажу, так, стоит 16 горшочков 2 евро 80, это совсем недорого, и он очень хорошего качества, ничем не отличается от брендовых марок, несмотря на то, что это марка Казино, кстати, марку Карфур, именно вот этого йогурта Бразе я не люблю, вот я чувствую разницу, то есть, Марис говорит, что он не чувствует, я чувствую. Вот такое распрекрасное масло, 82%, в этом, я его беру, не всегда, но беру, вот я в прошлый раз брала большую упаковку, оно такое настоящее, такое сливочное масло, такой вот у него вкус, стоит оно 2,66, здесь 250 граммов, и вот такое вот масло из Нормандии, которое вот готовили по старинному способу, 500 граммов стоит, вот видите, в Британии, я сказала, в Нормандии, ну, то есть, у нас в Британии Нормандия, это самые лучшие молочные продукты, естественно, потому что там много зелёной травки, не то, что у нас. Вот, поэтому, стоит вот эти 500 граммов, 5 евро и 1 сантим, нормально, я люблю на нём готовить, и вот такой вот у нас сыр Камамбер, Камамбер стоит 2 евро 6 сантимов, 275 граммов, Санта Гюр стоит вот такая упаковочка, очень удобно, вот отрывается, видите, здесь 4 порции, отрывается по одной, не нужно весь сыр открывать, стоит это Санта Гюр, Санта Гюр стоит 2 евро 44 сантимов, тоже повысился, он раньше был до 2 евро, мой любимый голубой сыр с плесенью, и вот такой вот президент по 200 граммов, готовый уже натертый сыр, он по 2 евро 36 сантимов. Так, это всё, что касается свежих продуктов, я обзор делала, сейчас я это всё в порядке и пойдём дальше. Так, вторая часть, я вам показываю, вот такие вот, у меня муж есть, вот такие вот булочки, называются панули, то есть на молоке сделаны такие бриошики, он их разрезает пополам и поджаривает тостеры, и намазывает либо масло, либо конфитёр, стоят они 1 евро 18, по-моему, вот такое печенье, обычное печенье, такое к чаю, оно чуть-чуть такое коричневатое, оно так и называется, пятибрюн-брюн, вот там 48 штучек, это он вес на завтрак стоит, оно тоже совсем недорогое, 1 евро 24 сантима, эти булочки 99 сантимов, вот такой вот хлебушек, специальный тостик, и смотрите, видите, они вот идут вот именно для рыбки, тут вот сразу, они такой, ну что-то там специально, может быть, чуть сладости добавлено, вот эта марка стоит 1 евро 56 сантимов, а вот эти такие вот уже квадратненькие такие маленькие, я взяла натуральные, чтобы на них можно было и фуагра положить, и всё, вот эти такие специальные тостики тоже нарезаны, они там 3 упаковочки, 1 евро 65 сантимов, дальше я взяла вот такой хлеб с грецким орехом, я его замораживаю, если не успеваю съесть за 2 дня, 1 евро 62 сантима, здесь сколько граммов? Здесь 400 граммов за килограмм, 4 евро за килограмм хлеб, дальше вот такой кофе, кстати, забрала последнюю пачку, лавадзе, здесь килограмм, это в этих, в зернах, 9,42, это один из самых дешёвых итальянских кофе в зернах, потому что всё остальное за 14 евро, за 11-12, вот, но он очень даже неплохой, я к нему, как говорится, привыкла к вкусу, раньше я брала биологический всё время кофе, который уже был привезён прямо оттуда, с островов, он сейчас стоит около 16 евро килограмм, поэтому я перешла немножко на кофе, который чуть подешевле, ну, вы знаете, он совсем даже неплохой. Так, дальше, что вам показать, вот такой сахар, дадди, очень удобно, он сыпется через вот эту штучку, стоит он 1 евро 83 сантима, видите, он такой крупный, такой косонадо, это хороший такой тростниковый сахар, мы его используем, вот, я люблю его с йогуртом, иногда я делаю на нём выпечку. Дальше, девочки, переходим, посмотрите, я взяла сегодня 3 горчицы, вот это вот один, савер, вот эти вот 11 здесь приправ, в этой горчице я в ней всё, всё, что я не делаю, горчицу, вот соусы винегретые французские, мариную что-то, с мёдом смешиваю, я всегда вот использую эту горчицу, в зёрнышках у меня где-то там стоит, вот, потом я взяла такую вот сегодня горчичку, посмотрите, здесь мёд с приправами, может быть, я её заберу, посмотрю по весу, какой будет там чемодан, может быть, увезу к Кате, не буду пока открывать, стоит она 1 евро 43, по-моему, и вот это совсем дешёвое, в евро 17, здесь тоже написано, что удивительная горчица с зелёным перцем, ну вот тоже, я люблю зелёный перец, мне очень нравится, так, стоят они, значит, 11 приправ, стоит 1 евро 86, этот 1,39 и 1,17, да, вот эти вот маленькие, недорогая горчичка, и хватает же её намного, потом я взяла такой майонез, не знаю, майонез взяла самый обычный, классический, без всяких там добавок и так далее, оригинальный, стоит он, здесь его много, 475 граммов, это нам тоже, нам очень-очень много стоит, хватит, стоит от всего лишь 1 евро 93, и вот этот вот такой майонез в тюбике, который очень удобно использовать, вот такой в тюбе, стоит 90, нет, 63 сантима, так, дальше остались у меня горошек зелёный, я взяла биологический горошек, вот такой вот, 660 граммов, и вот такую упаковочку, посмотрю, мало ли не хватит, 265 граммов, и стоит это, сейчас я вам скажу, сколько оно биологическое стоит, секунду, стоит дофига, короче, вот эта банка стоит 3,55, а вот эта баночка стоит 1 евро 65 сантимов, если взять обычный горошек, который стоит на обычных прилавках, то это будет, вот эта банка будет, ну, евро чем-то может быть будет стоить не больше, вот, так что посмотрим, что там будет со вкусом, но учитывая, что мы же тут все питаемся, как бы, должны питаться правильно, ну вот, угрохали столько денег, так, дальше, из продуктов, вот такая у меня мука, вот в такой коробке, франсина, это очень старинная марка французская, здесь килограмм, и стоит она 1 евро 80, 1 евро 78 сантимов, так, дальше, из фруктов, у меня сегодня только, я купила 4 этих, каки, каки, они у нас называются, каки, это фурма, это вот это вот такой вот сорт, где нету косточек внутри, который вот остается вот такой плотный, это вот та фурма, которую я объедаю в Беларуси, сегодня было хороший промосьон, так, она стоит 1,50 сантимов, сегодня было, если берешь 3, то евро, вот я взяла 6 штук на 2 евро, морковка, тоже для салата оливье, морковка, написано 0 пестицидов, евро 79, тоже, видите, выращено во Франции, прекрасно, и вот такие вот лимоны, обычные лимоны, 4 лимончика, и стоят они евро 65, вот это все, что я сегодня купила из фруктов и овощей, друзья, я вам забыла показать, вот такой конфитюр, здесь 450 грамм, это вот из такой вишни, из кисли, да, из нашей настоящей вишни, стоит он 3,33, но он достаточно вкусный все-таки, вот эта вот марка, вот, Bono Maman, и сейчас я вам покажу то, что мы купили, вот это я себе купила, шоколад черный, биологический, стоит он 3 с лишним евро, а граммов здесь 100 всего лишь, ну, я уж себе не отказала, потому что я его ем очень мало, и я люблю его, вот он с овсяночкой там, ну, и когда какую-то выпечку, вот куки, например, хочу сделать, я вам показать, как это просто и вкусно, дальше из продуктов, у меня осталась вот такая вот одна коробочка, это наши эти колесоны Декса, и это я повезу с собой в Санкт-Петербург, здесь 235 граммов стоит 9 евро, 8,95, как-то так, вот, теперь смотрите, вот такие вот салфетки, антибактериальные, без хлорки, без добавления хлора, видите, тут такая крышечка, открыть-закрыть, это я повезу тоже с собой Катюше, потому что мы в прошлом году, мы не нашли этих салфеток, вот, а я люблю их положить в туалете, и там, ну, мало ли что, правда же, хорошо всегда быстренько раз-раз протер, вот видите, тут значок аптеки, так, стоит 3,61, дальше, купили вот таких две упаковки, здесь по 2 метра, бумаги упаковочные, третью положила обратно, вы знаете, сколько это стоит? Это стоит 2,81, вот эта упаковка, ну, обалдеть можно, дальше из дорогого, купили его дочкам, каждый, это на 2 человека каждый бокс такой, там такая книжечка, и в этой книжечке они 30 тысяч предложений по регионам, и они могут выбрать либо ночь на двоих в какой-нибудь гостинице, либо какой-то ресторан гурманский, либо уход, там, допустим, сауну мы смотрели есть, либо какое-то спортивное мероприятие, я не знаю, может быть, вон на яхте там можно поплавать или что, короче, каждый бокс стоит 49,90, вот это я упакую, это будет вот на каждую пару его дочерей вот такой подарок, я считаю, что очень прекрасный подарок, потому что, а что дарить взрослым людям, это для кого? Это для маленьких деток, а эти детки давно выросли, вот, дальше, друзья мои, сейчас мы переходим, последнее, что я вам покажу, 6 евро 16 сантимов, это колье для нашей Мэгги, вот, посмотрите, на 4 месяца от пюса, от блох, и на 3 месяца от тика, клещей, вот, мы обязательно сейчас его оденем ей, потому что у неё старый износился, мы ей поменяли колье, она у нас теперь в красном колье с бриллиантами ходит, а её в барбуре, к сожалению, весь сносился до дыр, вот, поэтому это наши мегузьки, и смотрите, вот это вот у нас идёт, вот это вот, я снимала там немножко видео, я не знаю, оно выйдет раньше или позже из этого обзора, и здесь 200 салфеток, вот это вот сан-сэра, сан-сэра, как быть, будь уверен, сан-сэра, сан-сэра через саводер-ква сан-сэра. Ну, короче, Борис говорит, я не очень-то это понимаю, но, говорит, ну, это вот как право, настоящее, значит, это вот, да, биологические салфетки, стоят 2 евро 20, и потом я буду делать салат, и сразу буду салат раскладывать вот в такие стаканчики, нас 28 человек, поэтому здесь их по 25, я купила две упаковки, они стоят по 2,50, и написано биологическая пюльпа, потому что я там ещё видела, из чего же они сделаны, пюльпы, пюльпы до кана, а, это из тростника сделано, через сан-пурсан пюльпы до кана, то есть это вот этот тростник, на котором сахар добывают, вот из них сделаны, это значит, что вот эти стаканчики, они потом, ну как, они дегра-дабля, то есть они потом перегнивают земле, то есть это не пластик, который останется на веки вечные, вот, такие стаканчики, я, значит, ставлю их на разнос, потом там всё этим фильмом затяну, возможно, вы скажете, что это не красиво и не празднично, девочки, нам плевать, самое главное, что это биологически, что это чисто, и внутри будет вкусный мой салат, и вот точно такие же я купила ложечки, ложечки, вот эти вот у нас, значит, стаканчики стоят по 2,50, дорогие, вот эти ложечки, 10 штук, 90 сантимов, тоже какая-то марка биологическая, и тоже написано, о кафе компостабля, сабудированные километры дали компоста, видите, написано, 10 ложечек для кофе компостабля, мы их можем бросать в компост, они там со временем перегниют, представляете, как класс, вот, если я буду вот в эти стаканчики выкладывать салатик, я тогда выложу вот эти, а если решу, что буду вот в эти, эти вообще дешевка, это такой, как картон коричневый, я не знаю, может быть, я сделаю и такие, и такие, может быть, вот в такие будет с мясом, а вот в такие без мяса, потому что у нас есть два вегетарианца, вот эти дешевые стаканчики, тут их тоже, их 20, здесь их 20 штук, они по евро, эти 20 по 25 белые штук, они по 2,50, ложечки вот эти по 90 сантимов, я взяла 3 упаковочки, так как нас 28 человек, я все унесу туда, я буду сразу, ну, не знаю, буду я сразу их вставлять в салатик или нет, не знаю, я посмотрю, вот, и если вот в таких стаканчиков будет, то вот такие у нас деревянные ложечки, тоже вот видите, они написаны, то есть то, что респонсабли, в смысле, что мы их можем потом где-то в камине сжечь и так далее, это натуральный продукт, вот такие вот мы, девочки, здесь стали продвинутые, и вы знаете, мне доставляет истинное удовольствие задерживаться на этих полках, рассматривать все, потому что я там видела, такие были маленькие чашечки, я не знаю, сняла вам или нет, такие, знаете, на маленькие аперитивчики такие разовые, там всякие, которые салатики можно делать, там сумон с авокадо и так далее, там такие малюсенькие, там было написано, что это сделано из кокоса, вот из, представляете, вот из этих открытых, поэтому мне очень нравится, и вот я купила вот такие вот упаковки стаканчиком, они мне напоминают, напоминают немножко пластик, но это не пластик, потому что они тоже здесь написаны биодеградабля, компостабля, то есть мы, они будут перегнивать в компосте, то есть их не нужно выбрасывать в мусор, даже если мы выбросим в мусор, то мы не навредим своей планете, ну вот, видите, написано натюра сервита, а из чего они сделаны, друзья мои, я не знаю, вот видите, вот здесь даже такая схема нарисована, видите, как мы заморачиваемся по натуре, чтобы охранять природу, потом компост, видите, потом поливать, вон написано, добавлять, поливать наше растение, ну, короче, мы молодцы, вот, и смотрите, что я себе купила, я купила себе вот такие, не знаю, тут 6 штучек, вот такие тоже, из чего же они сделаны, а, это корни до пан, это из сосны, вот эта тонкая-тонкая стружка, спрессованная, видите, сделаны вот такие рожки, я не знаю, может быть, у меня когда-то будут гости, а может быть, я сама для себя, мы будем тут же тоже праздновать с Марисом, сделаю что-нибудь вкусненькое, туда положу, и вот видите, здесь вот всё абсолютно, смотрите, видите, как эти рожки вот так вот в коробочку просто втыкаются, и вот эти вот все вот эти маленькие стаканчики, тарелочки, коробочки, вот такие коробочки, вот как из-под сыра, видите, не выбрасывайте коробочки из-под сыра, их, оказывается, можно вторичную жизнь им дать, видите, вот такой пикник, вам, пожалуйста, чисто натуральный, биологический, вот, поэтому, друзья мои, вот такое вот, я считаю, очень прекрасное завершение этого видео, я вас всех призываю думать о нашей планете, думать о том, что мы должны нашим детям, нашим внукам и нашим правнукам дать достойную жизнь, и чтобы они не питались, как с помойки, чтобы планета Земля оставалась чистой, ну, а с вами была ваша Провансалочка, всех люблю, целую, до очень скорой встречи на моем канале, и мне бы очень хотелось знать ваше мнение вот о этой последней части видео, которое я вам показала, всего хорошего, до скорой встречи, не забудьте подписаться, конечно же, на канал и поставить лайк, пока-пока! Смотрите, французы, они играют в азартные игры, многие в карты, там, в лото играет вся Франция, у меня муж выиграл 20 евро на этом билетик, и вот здесь вот внизу, вот здесь, вот смотрите, 10 евро, вот эта первая цифра должна быть больше второй, 10 евро, и вот здесь, вот смотрите, сбоку девяточка, и вот еще девяточка, еще 10 евро, я говорю, проверяй лучше, потому что обычно, если что-то совпадает, там может совпасть много чего, ну, а я выиграла всего 2 евро, ну и что, 22 евро, представляете? класс, здоровско! Класс! Продолжение следует...